Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Заменить свои продукции и импорт и увеличить экспорт. Задачу отрасли обсудили на заседании представителей машиностроения республики. В сердце столица. В Чебоксарах продолжается реконструкция Красной площади. Оздоровить Волгу и перейти на раздельный сбор мусора, как реализуется национальный проект, обсудили на заседании коллегии Министерства природных ресурсов России. Создать благополучную экологическую обстановку. Такую задачу обозначили перед властями региона в федеральном центре. Ход реализации приоритетных проектов обсуждали в Москве на заседании коллегии Министерства природных ресурсов России. Национальный проект набирает ход, отметил федеральный министр Дмитрий Кобылкин. В ближайшие годы необходимо внедрить новые стандарты экологической безопасности. В числе приоритетных программ чистая вода, реформа системы обращения с отходами, оздоровление Байкала и Волги. Многое зависит и от того, насколько оперативно будет меняться правовая база. В Государственной Думе уже рассматривают целый ряд законопроектов. За словами национального проекта, на это нас нацеливает президент, люди хотят увидеть конкретную отдачу, конкретные результаты. Конечно, они хотят увидеть его сегодня. И вы, сидящие здесь, представляя разные органы власти, ну в первую очередь всей территории Российской Федерации, как никто понимаете, как это сложно сделать в отсутствии законодательной базы, в отсутствии финансирования, огромные полномочия, которые и порой иногда не решались десятилетиями. Но сегодня наша главная задача и министерства, и министерств на местах, и каждого из вас, здесь присутствуют руководители субъектов, и общественников, и депутатского корпуса всех уровней, всем вместе донастроить все то, что мы сколохнули в 17-м году, когда был год экологии. Потому что огромное количество поручений президента даже тогда, еще с 16-го года, 27 декабря 16-го года, мы до сих пор не исполнили. Только что в большом количестве субъектов прошли выборы, людей беспокоят, почему рубят лес, почему черное небо, почему большие проблемы с мусорной реформой, как и к кому адресовать вопросы. Законопроект к нам сегодня зашел, но мы видим большое количество общественников, которые говорят сегодня, что пока он пустой, и надо вместе донастраивать, что должно быть в нем. Среди достижений Чувашии переход на новую систему обращения с отходами. В муниципалитетах практически завершена работа по обустройству площадок для сбора мусора. К 1 декабря населенные пункты будут полностью обеспечены контейнерами. В ближайшие годы будут рекультивированы отслужившие свой срок свалки. Взамен появятся три новые мусоросортировочные станции, отметил глава республики. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу министр природных ресурсов назвал Чувашию передовым регионом в решении экологических проблем. Чувашская республика одна из передовых и лучших реализует национальный проект экологии. Я хочу поблагодарить и губернатора, потому что безусловно без участия самого руководителя субъекта вряд ли бы такие проекты можно было реализовывать. Довольно-таки активно. У вас и так неплохо было и до этого, много чего сделано в части экологии, но на сегодняшний день вы одни из передовых. Какие региональные практики одобрили члены расширенной коллегии? Насколько масштабная задача стоит перед Чувашей? Подробности в ближайших выпусках программы «Республика». Ну а в столице Чувашия сегодня состоялось заседание Республиканского отделения Союза машиностроителей России. До итогового совещания специалисты побывали на заводе промтрактора, в их числе индустриальный директор одного из кластеров Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов. О восстановлении важного для республики производства и потенциали тракторостроителей в нашем репортаже. Экскурсию по заводу начали с цеха трансмиссии. Установленное здесь оборудование с программным управлением позволяет обрабатывать детали для тракторов с ювелирной точностью. Все то, что здесь, танки и так далее, примерно на сколько процентов используется? На процентах мы снизим где-то. На все у нас. Есть. А это уже главный конвейер. Именно здесь идет сборка тяжелых бульдозеров и тракторов. Производственный анализ внедрен. Помимо этого мы изменили материальные потоки и уже за счет этого снизили в два раза время протекания процесса. На 30 процентов снизили независимое производство, ну и на 30 процентов все перемещения. Меняются начальники, начальники, средняя жена. Все, тяжело, но здесь уже... Рабочие быстро меняются. Рабочие быстрее, они у нас, конечно. Поэтому у нас сейчас программа развития линейного персонала и предусматривает сейчас переподготовку и обучение. Руководство заявляет, самые трудные времена уже позади, а экономический кризис только закаляет. У нас есть понятная стратегия развития вперед. Уверенно смотрим в будущее. И поэтому заводу жить. Мы говорили с учетом перспективы, что у завода будут заказы и рабочие будут обеспечены рабочими местами. Вот сегодня мы убедились в том, что линейки работают, сборка тракторов осуществляется, то, что не хватает, комплектующие покупают. Сегодня завод работает на полную мощность. Бульдозеры и тракторы, произведенные в Чувашии, используют в дорожном строительстве, нефтегазовой отрасли и горном деле. Динамика вызывает у нас просто восторг и восхищение. То есть, если говорить об отдельных производственных показателях, что рост в 3-4 раз производительности труда, рост заработной платы 20-30% и выше. Благодаря активному участию Трансмаша, который сейчас возглавляет этот процесс, мы убеждены, что мы будем лучше не только в Российской Федерации, но и на дальнем зарубеже. Такие задачи перед нами ставят руководство страны. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика. Проблемы и пути их решения производители обсуждали уже за круглым столом. На базе одного из ведущих предприятий отрасли сегодня прошло расширенное заседание Республиканского союза машиностроителей. Об инициативах, требующих поддержки на федеральном уровне, в репортаже Дмитрия Ковалева. Чтобы поставить новые технологии на колеса и продолжить движение вперед, с пути предприятий необходимо убирать барьеры. Новый корпус завода «Сельспель» – один из примеров эффективной кооперации власти и бизнеса. Земельный участок производители получили в аренду без торгов. И это лишь одна из мер поддержки машиностроителей. Машиностроительный комплекс занимает ведущее место в экономике региона. В Чувашии выпускают бульдозеры, танк-контейнеры, грузовые вагоны, технику для поездов и самолетов. Руководители ведущих предприятий Республики среди участников расширенного заседания Союза. Мы выставляем на мерседесовские, на вольвовские площадки и сегодня формируем способ. Эта типовая сцепка весит 21 тонн, но здесь вес автопоезда с тем же КамАЗом 15 тонн. Корпорацию «Ростек» заинтересовала инновационный метод сварки, уже давно внедренный на заводе. Его используют не только в производстве танк-контейнеров, но и скоростных поездов. Эту технологию можно применять и на предприятиях оборонного комплекса. То же самое, но уже боятся сварки трения и перемешивания, энергетика ниже, механические свойства лучше помещаются, скорость сварки выше. Инструменты изготавливаем сами, у нас есть необходимое оборудование. Мост, который мы участвовали в работе, под межнемногу. Перед производителями стоят серьезные задачи. Поставлены они руководством страны, в первую очередь связаны они с диверсификацией предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как вы знаете, президент поставил задачу до 30-го года выйти на показатель 50% от реализации гражданской продукции в структуре выручки. Потенциал машиностроительного комплекса высокий. Двигаться вперед производителям мешают и устаревшие правила сертификации. Процедура дорогая и длится не меньше года. Зачастую конкуренты из-за рубежа продвигают инновационную продукцию на рынок раньше. Когда мы начали регистрировать свой танк-контейнер в Москве в регистре, он нам под видом коррозии потребовал поднять толщину до 7 мм в стенку. И мы почти с 4 тонн, тары перешли в 5 тонн, и мы стали неинтересны на рынке. То есть сегодня наш контейнер, все, что он нам 5 типов посертифицировал, через путем внесения изменений. Дело в том, что мы не можем его даже опытную партию изготовить, пока он нам на чертеж не поставит свой знак морского регистра. Озвученную проблему взяли на карандаш. В Союз Маши и Ростехи готовы пролоббировать интересы производителей. Машиностроительному комплексу необходимы цифровые технологии. Спрос на микроэлектронику повышается. Мы уже приблизились достаточно близко к задаче, которую поставил президент перед оборудовым промышленным комплексом. И уже скоро, достаточно скоро планируем достичь до 50% довести за счет диверсикации и выпуска таких 4 очень важных направлений, на наш взгляд. Это система реакторного контроля СУДП для атомной и тепловой энергетики. Это система интервального регулирования движения поездов на перегонах для российских железных дорог. Среди приоритетных задач – рост экспорта и импортозамещения на российском рынке. Глава региона отметил, что большие возможности предприятиям открывает заключенное соглашение с Ростехом. Чтобы участвовать в конкурентной среде на разных конкурсах, представлять инновационную продукцию и товары для того, чтобы дальше взаимодействовать. Мы работаем с Ростехом и в отрасли медицины. Михаил Игнатьев обозначил и приоритеты перед машиностроителями. Необходимо создавать высокопроизводительные рабочие места. Предложения руководителей предприятия обещают учесть и в программе ускоренного социально-экономического развития региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Более 350 участников из 28 городов России. От Калининграда до Тюмени. В Чебоксарах состоялась всероссийская конференция. Руль специалистов сестринского дела в реализации национальных проектов. Медицинские сестры, как всегда, на передовой. Большая часть заботы по уходу за пациентами ложится на их плечи. Поэтому так важно, чтобы каждая медсестра чувствовала свою сопричастность к процессу перемен. Чем лучше жизнь, тем больше, соответственно, новых требований к нам, к медицинским работникам. Исходя из этого, мы постоянно должны меняться. Это ключевое такое слово «меняться». И соответствовать запросу наших жителей. Низкий вам поклон. Хочется пожелать успехов, удачи в вашей деятельности. Ну и благословение всей выяснения. На повестке дня лучшие практики сестринского дела в регионах. 25 докладчиков и 25 новых подходов в организации многопрофильной помощи и лечения пациентов. Среди участников – коллеги из-за рубежа. Базой проведения конференции стал Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопаратизирования, уже выстроивший за 10 лет существования свой алгоритм работы. Мы перенимаем не то чтобы опыт, мы берем все то, что, может быть, мы хотели бы внедрить у себя в работе. То количество, которое проводится вмешательств здесь, на территории этого учреждения оперативных вмешательств, ну, еще тогда впечатлялось. Сейчас, конечно, с каждым годом темпы наращиваются. Проект «Бережливая поликлиника» – работа модульных и мобильных бригад, внедрение высокотехнологичной медицинской помощи и создание реабилитационных технологий. Все это невозможно сделать без медицинских сестер. На самом деле эмоции переполняют. Это переполняет то чувство, доброта, любовь, которая вложена в это дело. Потому что, на самом деле, люди, которые разносторонне ставят свои, ну, скажем так, ставки, наверное, что ли, на дело, включая вот главного врача этого учреждения, он действительно очень грамотно выбрал подход разносторонний во всех направлениях. Это не только врачи, но и сестринский персонал младший. Потому что если система будет, она замкнута и работает, действительно будут результаты. А цель у нас одна – пациент-ориентированность. Сегодня в медицинских учреждениях Республики трудится 12 240 медицинских сестер. Без них трудно было бы говорить о полноценной помощи и поддержке больных людей. Наталья Мальчикова, Вадим Вадимиров, Республика. Хлеб, ты, мир. По таким названиям в Калужской области проходит Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации. Свои экспозиции там представили Чувашпотребсоюз, Чувашский национальный музей и агроинновации. Форум «Хлеб, ты, мир» – масштабная коммуникационная площадка, которая объединила кооперацию малый и средний бизнес, государственные структуры. У нас по малым форумам предпринимательства и так далее комплексная поддержка. Есть федеральная программа, начинающая ферма, семейная ферма. Значит, с этого года начала работать другая программа в системе национальных проектов, агро-стартап и так далее. Люди хотят работать, развиваться и двигаться вперед. Экспозиция старейшего потребительского общества всегда привлекает внимание. Мы уже 125 лет делаем все возможное, чтобы жизнь и быт сельского жителя была гораздо проще, легче, комфортнее. Мы привезли, конечно, лучшие образцы нашей кооперативной промышленности, нашей заготовительной отрасли, общественного питания, чтобы показать жителям и всем гостям этого мероприятия, чем сегодня богата потребительская кооперация Чувашской республики. Участниками такой формы взаимодействия являются многие жители республики. Ежедневно по утрам 60 тысяч селян сдают им то, что они вырастили в своих личных пособных хозяйствах. Это молоко. Осенью теперь уже появились овощи. Это картофель, морковь и так далее. Поэтому надо, конечно, объединяться в кооперативы. В рамках форума проходит фестиваль хлебопеков. А чтобы рассказать участникам о том, как печется хлеб в республике, Национальный музей сформировал свою историческую страницу. Наша выставка – доказательство этому. Также наша выставка рассказывает о материальной и духовной культуре нашего народа. Представлены основные виды земледелия, так как у чувашского народа основной вид жизнедеятельности – это земледелие, связанное с животноводством. Форум продлится все выходные. За эти дни специалисты обсудят проблемы отрасли и перспективы ее дальнейшего развития. Наталья Мальчикова, Республика. Масштабная реконструкция Красной площади в столице – часть государственной программы развития культуры и туризма, в рамках которой создается кластер «Чуваше сердце Волги». Работы проведут в несколько этапов. В этом году подрядная организация предстоит освоить 430 миллионов рублей. В рамках реконструкции запланировано большое количество работ. Набережную планируют озеленить, установить навигационные стенды, оборудовать велопарковку и детскую площадку, доступную для детей с ограниченными возможностями. Не обойдется и без подземных работ, в числе которых и санация трубопровода по новейшей немецкой технологии. Санация проходит путем прокладки полимерного рукава немецкой фирмы «Беролина Линнер» БКП. То есть он протаскивается, потом он надувается и проходят лампы ультрафиолетовые, которые инициируют отверждение этого рукава. В этом трубопроводе появляется новая труба. Как выясняется на практике, у новых технологий масса преимуществ. Без траншейность, во-первых, потом дешевизна, гораздо дешевле, чем прокладывать новый трубопровод. И, соответственно, пропускная способность этого трубопровода тоже увеличилась. Планируем завершить в течение двух-трех недель. Сроки сдачи у нас 15 октября. Для контроля прокладки рукава и шеф-монтажа компания-производитель направила в регион немецких специалистов. «Данная технология применяется по всему миру. На любом континенте эта технология используется уже. То, что мы увидели здесь, конечно, это достаточно сложная стройка, но в любом случае подготовительные работы были проведены очень хорошо, поэтому мы смогли успешно здесь внедрить данную технологию». Напомним, что первый этап работ планируется завершить к 1 ноября. Следующий этап реконструкции начнется весной 2020 года. В целом же модернизацию Красной площади планируют завершить до ноября 2021 года. Богдана Дойникова, Республика. Таванрадио расширяет зону охвата. С 27 сентября его смогут слушать жители Шимушинского и Батаревского районов. После того, как Таванрадио начнет свое вещание, Шимушинцы и Батаревцы получат еще один важный источник информации. Радиослушатели узнают об экономическом развитии муниципалитетов, реализации национальных проектов, социально значимых событиях и главных новостях дня. Итак, что же у нас творится за окном? По данным сайта, погода 21 сейчас плюс 7 градусов, переменная облачность, ветер западный слабый, влажность 93%, давление 747 мм ртутного столба. Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в эфире радиоканала будут местные районные новости на чувашском и русском языках. Таванрадио 5 лет, в 6 лет мы отмечаем в декабре, и будет уже охвачена вся республика нашей волной Таванрадио. Мы все будем на одной волне. Для нас это очень радостно и ответственно, потому что и работы прибавится, и интересных программ нужно создавать гораздо больше, чтобы угодить всем. Мы очень надеемся, что у нас все получится. Таванрадио в Шимушинском и Батаревском районах уже в конце сентября можно будет услышать на частоте 94 МГц. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Общественные места в Чебоксарах становятся доступнее для маломобильных людей. В одном из кинотеатров северо-западного района города появились элементы доступной среды. Оборудовали специальную парковку, сделали указатели для слабовидящих и незрячих. Наша съемочная группа вместе с руководителем общественной организации «Свобода» Павлом Никитином протестировали изменения. Пандус хороший. Проходит по ГОСТу и зимой на нем не страшно подняться и спуститься. Этот пандус проверку прошел, но другой ближний к парковке для людей с ограниченными возможностями нет. Там слишком большой угол наклона, проехать по нему сможет не каждый. Хотя в итоге у Павла получилось. Дальше на пути в кинозал большой лифт. Лифт комфортный, доступный. Я сам здесь спокойно могу справиться. Лифт хороший. Проверки в кинотеатрах Чебоксара в других общественных местах начались после июньского открытого форума «Организация доступной среды» в прокуратуре Чувашии. Нарушения были выявлены во многих из них. Этот кинотеатр – один из первых, кто устранил недостатки. В отношении виновного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КОАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение требований доступности объектов инженерной, социальной, инфраструктур. Кроме того, в суд были направлены исковые заявления. Стоит отметить, что к моменту рассмотрения исков в суде организации были представлены фотоматериалы и документы, свидетельствующие о том, что нарушения устранены. Ну и контрольная проверка этот факт подтвердила. В проведении проверки были прочные специалисты, компетентные в области доступности среды для маломобильных групп населения, которые показали, что в принципе нарушения комплексов кинотеатров определены в полном объеме, то есть выполненные работы буквы закона соответствуют. Сейчас попасть в кинозал могут и маломобильные, и незрячие люди. Привели билетную кастом надлежащий вид. Обеспечивали наличие заниженной стойки для покупки билетов лицами с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовали доступные для маломобильных групп населения кабины мужских и женских уборных. Тревожная кнопка сигнализации, обеспечивающая постоянную связь с дежурным персоналом. В плане доступной среды все, что было указано по нашим нарушениям, все было устранено. Если появятся какие-то новые новшества по доступной среде, мы, конечно же, готовы все устранить. Мы все делаем для того, чтобы лицам с ограниченными возможностями в нашем кинотеатре Воложске было приятно. Если будут трудности какие-то при самостоятельном передвижении, они могут смело обратиться к персоналу. Недостатки, конечно, есть, но первые шаги сделаны. И это очень важно, считает Павел. Потом подтянутся и другие. Организация доступной среды остается на контроле у прокуратуры республики. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах горит торговый центр. Такова была легенда учения сотрудников экстренных служб Чувашии. На этот раз местом пожарно-тактических учений стал торгово-развлекательный центр «Мадагаскар». Согласно полученной вводной, возгорание произошло на первом этаже в результате замыкания электропроводки. Пожар быстро распространился на большой площади. Однако организованно покинуть здание смогли не все. Около 30 человек остались заблокированы в помещении кинотеатра на четвертом этаже. Внимание! Опасный пожар. Администрация против вас в активничном учении. Все пострадавшие были эвакуированы и переданы бригадам скорой медицинской помощи. Параллельно боевые расчеты локализовали и в итоге ликвидировали пожар, который успел перекинуться на кровлю торгового центра. В учениях задействовали 17 единиц спасательной техники и 60 человек личного состава. Как прокомментировал временно исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Чувашии Александр Зобов, все сотрудники экстренных служб с поставленными задачами справились. Богдана Дойникова, Республика. Синоптики Чувашии прогнозируют снег и даже установление временного снежного покрова. И речь не про ноябрь, а уже предстоящий понедельник. Осадки принесет циклон со стороны Балтийского моря. Ночью температура воздуха будет опускаться до 0 градусов. Днем будет незначительно теплее. Одеваться на следующей неделе синоптики советуют по-зимнему. На этой прохладной ноте я с вами прощаюсь. Теплых вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин